Добрый день, уважаемые зрители! С вами Любовь Корякова и это программа «Бизнес-Траектория». Сегодня в Санкт-Петербурге завершился Международный форум труда. Это площадка, где обсуждаются вопросы развития человеческого капитала на мировом уровне. И сразу несколько секций этого форума были посвящены вопросам государственной гражданской службы. Что такое государственная гражданская служба? Каких людей сегодня на ней ждут? Я и хотела бы поговорить в нашей студии с нашим замечательным гостем. Это Леонид Вахнин, заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной муниципальной службы противодействия коррупции Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич! Добрый день! Я благодарю вас, что вы нашли время и возможность посетить нашу студию. Мне кажется, очень важные вопросы сегодня были обсуждены на Международном форуме труда. Действительно, что такое государственная гражданская служба? В чем ее ключевое отличие от мира бизнеса? Давайте начнем с обсуждения именно этого вопроса. Собственно, его начало лежит, естественно, в законе о государственной гражданской службе, где дано определение этому понятию как правовому институту, что в первую очередь это деятельность по обеспечению функций государственных органов. Деятельность, естественно, достаточно разнообразна. Заключается она как самый главный, пожалуй, аспект в предоставлении услуг обществу, реализации тех задач, которые стоят перед органами социальной защиты, перед службами надзоров различных, перед регистрационными органами. Но есть и более важные задачи, как, например, выбор государственной политики в той или иной сфере. Потому что то, как будет развиваться экономика, как будет развиваться сфера услуг, все зависит от того, какая политика будет осуществляться государством. Вот, собственно говоря, государственное управление представляет собой это концентрированное выражение экономики, то бишь политику. А подготовка этих решений, проработка их, обсуждение, анализ того, что получается, это работа именно государственных служащих. Вот это, так сказать, в целом. Конечно, это ключевое отличие от бизнеса, потому что бизнес ориентирует, в первую очередь, на свои интересы. А государственное управление в целом и государственные служащие, в частности, ориентированы на интересы всего общества. И самое главное, это обеспечить баланс интересов внутри, так сказать, страны. Вот это, пожалуй, что ключевое отличие. Но ведь, если мы говорим о масштабе решаемых задач, вот этими государственными органами, мы понимаем, что это очень высокий уровень ответственности. И ответственности каждого конкретного человека, который работает в этих структурах. А тогда какими ключевыми качествами, особенностями должны обладать эти люди, ну, я уверена, и обладают те люди, которые занимают должности государственной гражданской службы? Да, вы абсолютно правы насчет ответственности. И она возрастает. Чем выше должность, тем выше ответственность. Это своего рода аксиома государственной службы. Самая, конечно, большая ответственность на лицах замещающих государственные должности. Это, собственно, те, на которых базируется государство. А служащие, они обеспечивают их деятельность. Но это не значит, что они ни за что не отвечают. Как раз нет. Здесь самое важное — быть профессионалом своего дела. Потому что политический лидер, он все-таки, так сказать, шире достаточно масштабно и широко. А самое главное — интегрировано между отраслями. А вот, так сказать, детальная проработка возможна только специалистами, которые хорошо разбираются в своей отрасли. То есть это прямо должны быть профессионалы. Так вот, в экологии, либо в социальной защите, либо в военном деле. Вы правильно нащупали эту вещь. Что, конечно, это должен быть не просто чиновник, который умеет шелестеть бумагами, правильно делать отчеты, вовремя, так сказать, передавать информацию. Самое главное, чтобы он разбирался в этой информации. Поэтому мы, как министерство, ответственное за выработку государственной политики как раз в сфере гражданской службы, этому уделяем первостепенное внимание. Что, конечно, компетенции должны быть, в первую очередь, еще и профессиональные. Мало одних, так сказать, делопроизводственных. И это касается практически всех отраслей. Ну, конечно, так сказать, низовой уровень госслужащих может и на базовом вполне неплохо состояться. Но чтобы расти в должностях, естественно, надо понимать тот предмет, которым ты занимаешься. Понятно. Ну, получается, что на сегодняшний день государственные служащие – это люди, которые осуществляют профессиональную служебную деятельность. Правильно? Да, это в силу закона. Тогда вопрос. Как с бизнесом конкурировать? Чем привлечь людей на государственную службу, если, условно, он может состояться как профессионал и в сфере экологии, например, в бизнес-сегменте, и в сфере экологии в государственном сегменте? Вот это самое интересное. Здесь, так сказать, надо, конечно, делать ставку на людей, которые ориентированы на долгосрочное прохождение службы. Потому что идеальная модель, конечно, начинать с низов. Тогда всегда можно выработать, так сказать, начальные компетенции, которые потом дадут хороший сход. Все-таки бизнес так или иначе несколько ограничен. Я с этого и начал, что мышление людей, так сказать, занимающих государственные должности, оно системно и масштабно. Люди, которые занимают высокие позиции на госслужбе, также мыслят достаточно системно и масштабно. Чего не бывает в бизнесе. Бизнес все-таки так или иначе ориентирован на свои интересы. А здесь вы должны, так сказать, разливать отрасль целиком. И на самом деле соблюдать, устанавливать правила игры и правила деятельности для всех субъектов бизнеса, которые здесь существуют. Например, государственное регулирование экономики. Оно касается всех. Или, так сказать, какой-то сферы деятельности. Вот в этом и интерес. Поэтому, конечно, это должны быть хорошие специалисты, причем лучшие из лучших. Конечно, сложный вопрос, где таких взять и чем их привлечь. Но это каждый раз решается уже практически индивидуально. И мы говорим... То есть на уровне конкретного государственного органа какого-то решается? Да, что в первую очередь, конечно, требования должны отражать потребность, то есть структура, которая занимается этой сферой. Где-то нужны, так сказать, более молодые люди, а где-то уже с опытом. У нас же ведь и госорганы тоже все неоднозначны. Во-первых, так сказать, государственная гражданская служба, она двух видов, федеральная и субъектов Российской Федерации. Это разный объем полномочий, соответственно, разный уровень ответственности. Плюс еще муниципальная служба, не надо про нее забывать. Хоть она и не входит в общую структуру госуправления, но, тем не менее, это тоже важная вещь, потому что именно они, в первую очередь, касаются, так сказать, тех дел, с которыми люди приходят. Это прямые вопросы, да? Конечно, конечно. А организованы эти службы все примерно одинаково. Ну и, соответственно, профессионал, который может разрабатывать политику, он скорее будет больше тяготить к федеральным структурам. А тот, кто непосредственно, кого больше интересует работа с людьми, разъяснение им что-то, доведение, это тоже определенного рода социальное служение. Им больше, так сказать, возможностей состоится на муниципальном уровне. Вот в этом, собственно говоря, и есть, в принципе, HR-технологии, которые очень развиты в бизнесе, но слабо еще развиты в системе государственного управления. Они крайне необходимы, потому что именно тогда они помогают человеку найти тот дело, которым он интересуется. И вот это правильное, так сказать, выстраивание персонала, когда человеку поручают заниматься не тем просто, что надо, а тем, что ему еще интересно, вот оно дает эффект совершенно хорошее. Ну, то есть повышается вовлеченность, повышается интерес, соответственно, эффект от работы, да, и качество работы улучшается. Ну, эффект может добиться только от того человека, по моим, так сказать, представлениям, который любит свое дело, которому нравится то, чем он занимается. И тогда, действительно, он будет ориентирован на долгосрочное прохождение службы, несмотря на все те тяготы, которые она, естественно, за собой несет. О тяготах мы еще немножечко поговорим, но для начала я хотела бы спросить наверняка у вас, как у профильного органа, осуществляющего управление в сфере государственной службы, есть такой некий портрет усредненный государственного служащего, может быть, по полу, по возрасту, по каким-то еще отдельным критериям. Ой, слушайте, ну это достаточно просто, это государственная статистика вывешивает периодически, вот этот средний портрет. Проблема в том, что это мало о чем говорит. Действительно превалируют женщины, так сказать, возраст средний несколько, чуть-чуть за 40, вот в районе 39-45, образование обязательно высшее. Это требования, да, вообще государственные службы? Да, да, ну не ко всем должностям, но большинству из них это, конечно, наличие высшего образования. Но это тоже как бы картинка средняя, она мало что говорит. Важно то, чтобы образование, например, было профильное, по, так сказать, той деятельности, которой человек занимается, чтобы были достаточно оценены не только его знания профессиональные, но еще и профессиональные личностные качества. Это тоже немаловажно, потому что, например, какие качества и компетенции, как там лидерство, да, системное мышление, так сказать, ориентированность на результат, сами по себе они тоже мало что значат. Это, естественно, должно быть стратегическое мышление в той отрасли, которой вы занимаетесь. Иначе какой смысл? Если это лидерство, то это должно быть лидерство с принятием ответственности за то, что ты делаешь, потому что легко принимать решения, трудно за них отвечать. А вот здесь нужно как раз ловить этот баланс. Если вы, так сказать, занимаетесь людьми, то это должно быть ответственное руководство, а не просто, как иногда бывает, перекладывание ответственности с одного уровня на другой. Вот эти все тонкие моменты, они-то как раз и характеризуют госслужбу и, самое главное, показывают пути ее развития, куда нам дальше двигаться. И мы вот в своей деятельности, конечно, создаем под это дело методические инструментарии, какие-то даем рекомендации государственным органам, и когда практика уже внедряется, обобщаем это все в виде законодательных актов. Прекрасно. Тогда вопрос следующий. Если на сегодняшний день наверняка есть какая-то государственная политика в сфере привлечения на службу, на государственную службу людей, персонала, и куда больше смотрите? В сторону привлечения молодых и выращивания из молодых людей, вот этих вот лидеров со стратегическим мышлением, о которых вы говорили, или все-таки хочется взять уже готового управленца, например, с опытом, ну, кроме госслужбы у нас только есть бизнес-сегмент, да, либо, может быть, еще социальный, некоммерческий сегмент, и использовать его навыки на государственной службе. Вот как все-таки, куда крен, есть ли он? Это какая штука. Государственная политика состоит в том, чтобы обеспечить принцип равного доступа к государственной гражданской службе всем, так сказать, желающим. Вот. Единственная у нас, как говорится, форма дискриминации, это по профессиональным знаниям. Профессиональному признаку. Да, совершенно верно. Вот. Это, собственно, по нему идет отбор. Все остальные вещи, как там расовые, национальные, имущественные, возрастные, все это, роли играть не должно. Вот. Но, естественно, мы прекрасно понимаем, что в жизни, так сказать, задачи стоят разные. Например, молодой человек может и не справиться с какой-то более серьезной масштабной задачей, которая, так сказать, требует большого опыта. Поэтому в квалификационных требованиях предъявляется требование к стажу работы или к государственной службе. Таким, конечно, стажем будет обладать профессионал. Вот. А есть задачи более простые, куда профессионал уже просто и не пойдет. Вот. Поэтому разумная кадровая политика как раз и заключается в том, чтобы правильно выставить требования, по которым потом уже можно оценивать кандидатов. Потому что если мы не знаем, как мерить, как мы будем резать, грубо говоря. Вот. А с точки зрения того, что вы спросили, какой кандидат лучше, вы знаете, надо бы, конечно, придерживаться определенного баланса. Потому что когда в организации уже коллектив давно сложился и работает не первый год, да, или там, может быть, даже десяток лет, конечно, и туда нужна какая-то свежая кровь. Точно так же, как это делается в бизнесе. Чтобы, по крайней мере, посмотреть на ситуацию не зашоренным взглядом, вот, может быть, принести какие-то новации. Это всегда положительно. Но я так по опыту знаю, что очень мало таких коллективов, которые были бы стабильны на протяжении такого количества лет. Всегда какое-то движение есть. И не всегда это плохо. Кто-то растет в должностях, да, кто-то, например, меняет сферу деятельности, кто-то переходит в другой орган, так сказать, горизонтальная у него ротация получается. Но, тем не менее, вот это движение всегда существует. Поэтому нужно, так сказать, вовремя, что называется, обратить внимание на то, что у вас в коллективе происходит, да, может быть, пересмотреть обязанности, выдвинуть какие-то новые к людям, так сказать, более повышенные требования. И тогда, в общем-то, достойные кандидаты будут находиться. А то, что из бизнеса он или нет, это неважно. Главное, это его профессиональные качества. Но ведь на самом деле некоторое время назад была такая активная тенденция привлечения управленцев как раз из бизнеса, в том числе топов на руководящей должности, на государственной службе. Вот осталась ли эта тенденция, с чем она связана, или, допустим, постепенно уже отходить от этого? Ну, понимание того, что это нужно, оно осталось. И, в принципе, ну, понимаете, как... И с чем тогда связана эта вот, скажем, эта практика, с чем она связана? Ну, связана с тем, что ведь госслужба, это не такое уж масштабное, так скажем, явление в нашей стране. Вся госслужба — это 700 тысяч человек. 500 тысяч федеральных, 200 субъектовых, еще 300 тысяч муниципалов, вот миллион. А, естественно, людей, работающих по этим сферам, гораздо больше, их десятки миллионов. И некоторые организации, действительно, вроде похоже, что они реализуют функции государственные, на самом деле таким не являются. И эти люди не являются госслужащими. Это очень широкий круг, это государственные бюджетные организации, госкорпорации, их очень много. И поэтому приход оттуда человека на, так сказать, государственную службу тоже может рассматриваться как приток со стороны. Но мы зато уверены, что этот человек занимался примерно тем же самым, прекрасно знает, как работает та политика, которую министерство вырабатывало, как он ее реализует. Вот это большой плюс. Ну, а такое, чтобы человек совсем со стороны пришел, вот это, ну, такого... Ну, нечастые, да, скорее, единичные какие-то случаи. Конечно, конечно, это надо правильно понимать. Ну, это, наверное, действительно разница в менталитетах определенная есть. Ну, да, и менталитет, и вот то, с чего мы начали, именно ценностная ориентация. Потому что все-таки, приходя на госслужбу, надо понимать, что ты работаешь на государство, в первую очередь, и на, так сказать, народ, а не на самого себя. И вот удачное сочетание, когда вы делаете, так сказать, себе имя, да, о стране пользу, вот это самое, пожалуй, лучшее. Ну, вот это как бенчмаркинг, да? Мы стремимся, наверное, к этому. Все, да, все к этому стремятся. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а каковы вообще возможности карьерного роста на госслужбе? Можно ли там построить карьеру? И что нужно делать для того, чтобы все сложилось? Ну, хороший вопрос. Мы старались с форума пронести самые актуальные темы. Это да. Это сегодня очень, так сказать, предметно обсуждалось, достаточно подробно. Ну, для нас, собственно, самое важное – это соответствие квалификационным требованиям. Та система, которая существует для оценки как раз кандидатов на замещение должностей гражданской службы. Она немножко отличается от того, что принято в социально-трудовой сфере. Там вот больше профессиональные стандарты распространяются сейчас. У нас же эта система такая более связанная. Но в то же время, как я уже сказал, именно профессиональные качества имеют очень важную роль. Поэтому, конечно, тому, кто решил себя посвятить госслужбе, во-первых, надо определиться, что он хочет от нее получить, потому что мотивационные установки – это очень важно. А самое главное, что он может на ней сделать. Под это дело уже, так сказать, выстраивать свое образование, постоянно обновлять свои знания и умения, в течение всего, не только ограничиваясь дипломом о высшем образовании, а заниматься этим всю жизнь, потому что жизнь меняется постоянно. И первый, кто сталкивается с вызовами – это, естественно, система управления. Ну и дальше, собственно говоря, быть активным и не бояться высказывать и свое мнение, потому что это очень важно. На самом деле, это миф о том, что здесь все, так сказать, строго, о том, что за вас все решает начальство. Этого нет нигде, на самом деле. Но ведь начальство – это тоже люди. Конечно, которые выросли когда-то, да, из рядовых специалистов. И многие, благодаря именно тому, что выдвигали инициативы, и грамотные, и продуманные проекты. Это очень важно. На самом деле, отделять госслужбу от того, что происходит в целом в стране, тоже нельзя. Мы, как говорится, визави, мы то же самое. Мы ходим по тем же улицам, ездим в том же транспорте. И все эти проблемы касаются большинства гражданских служащих. Служебных автомобилей там не так уж много. А уж тем более с медалками, поверьте. Вот это хорошо, мы с вами начинаем. Мне кажется, ведем очень правильную работу по развенчанию вот этого мифа о том, что чиновник – это такой вот кот. Благодарю вас именно за эту информацию. Леонид Евгеньевич, сегодня проводится достаточно большое количество конкурсов. Конкурсы «Лидеры России» всем известны. Также кадровые конкурсы идут и на муниципальном уровне, и на региональном уровне. Вот каково ваше отношение к этим кадровым конкурсам, и действительно ли они закрывают какие-то потребности в кадровом составе госорганов? Знаете, к ним отношение, конечно, положительное в силу того, что любой конкурс – это определенного рода система оценки. Во-первых, люди, приходящие туда, подпадают именно под прокрустого жернова каких-то комиссий конкурсных или аттестационных, грубо говоря, которые оценивают их компетентность. Это очень важно, потому что человек это и мобилизует, заставляет к чему-то готовиться и к чему-то стремиться. Во-вторых, это возможность быть замеченным, потому что многие, действительно, находясь, так сказать, на работе, тратят на это очень много времени, у них уже на это нет, а самое главное, куда идти, показывать себя, чтобы вырасти, когда вы замкнуты в рамках отдела, в рамках государственного органа. Вот эти конкурсы – это очень хорошая такая стартовая площадка, чтобы действительно себя показать. В этом их большой плюс. Что касается непосредственного поступления на госслужбу, то здесь законодательство устанавливает очень четкие рамки, у нас также приоритет конкурсного отбора, но это надо иметь в виду, что это конкурс на замещение вакантной должности в конкретном органе. Это не тот конкурс, который проводится, например, на уровне региона, или муниципалитета, или те же лидеры России. Да, вот лидеры России – это, конечно, конкурс именно, чтобы показать тех, на кого надо обратить внимание, и которых можно позвать. Но уже поступление тоже через конкурс. Но это небольшая проблема, потому что человек, подберевший, например, в конкурсе лидеры России, я уверен, пройдет конкурс в любой государственный орган. Это как бы не вопрос. Но это надо понимать, что, конечно, тут более сложные, так сказать, процедуры, они более формальные. Если я так понимаю, что и не конкурсные должности, есть такие назначаемые должности на государственной службе, или это только низовой уровень? В основном, нет, ну, как сказать, есть там определенные исключения из этой конкурсной процедуры, это их, они правильно установлены, напрямую установлены в законе. Вот, например, там срочный служебный контракт. Если он заключается на короткий срок, зачем проводить конкурс? Человек приходит ненадолго, и сразу все будет видно, сколько он работает. Ну, есть определенные ограничения, связанные с доступом к той информации, с которой будет использоваться. Вот, это все, да. Но, понимаете, мы-то выступаем за главный тренд, что принятие решения о назначении какого-либо лица на должность не должно приниматься тоже кем-то одним. Оно должно быть комиссионным обязательно, потому что тогда система оценки становится более комплексной и видна человека, как говорится, с разных сторон. Потому что именно эти стороны он раскроет, когда получит реальные полномочия. И здесь ошибаться нельзя. Поэтому, собственно говоря, такое вот... То есть конкурсы, о которых вы говорите, их действительно очень много. И они настроены на определенное, так сказать, качество в людях. Но остается еще ряд качеств, которых, может быть, там мы не увидели. И в первую очередь, конечно, это, так сказать, связано с ограничениями, которые госслужба накладывает. Давайте как раз вот немножечко об ограничениях. Это действительно очень важно. Расскажите, пожалуйста, какие есть ограничения у человека, поступающего на государственную службу, либо вот уже у находящегося там. Не, ну, у поступающего еще пока нет ограничений. Он только поступает. А у тех, кто уже поступил, конечно, это, в первую очередь, антикоррупционное законодательство накладывает ряд. Это то, что нельзя участвовать в управлении коммерческими организациями, предпринимательством нельзя заниматься, представлять третьих лиц нельзя. То, что это напрямую ставит вас, так сказать, в конфликт с интересами государства, если вы представляете кого-то, кроме государства. Вот это самая важная вещь. Поэтому, так сказать, подработать на госслужбе нельзя. Кстати, нас многие про это спрашивают. А почему нельзя там, так сказать, на полставке у вас, или еще что-то. Да, вроде как не запрещено, но мы-то исходим из того, что, в принципе, это полный рабочий день. Да, потому что для нас это, в первую очередь, госслужащий, а уж потом, так сказать, член какого-то профсоюза или какой-то общественной организации. И вот именно из этого мы контекст рассматриваем. Здесь, наверное, речь идет о каком-то определенном образе мышления. Если ты государственный служащий, то ты и не можешь мыслить на полставки. Ты должен с головой погружаться в эту проблематику, за которую ты отвечаешь, как раз имея в виду уровень ответственности. Более того, даже лично ничего не добьешься, если будешь вот так, как говорится, служить Дума Господам. А настоящую, конечно, карьеру можно делать именно глубоко погрузившись в те вопросы, которыми вы занимаетесь. Потому что в выработках политики это надо понимать в целом, что происходит, и знать очень много деталей. Просто на остальное времени не остается. Но вот что важно, это, конечно, возможность преподавательской работы. Потому что, конечно, такой высококлассный специалист очень востребован. И одно из, так сказать, мест, где эти знания можно применять тоже эффективно, это образовательная деятельность. Тем более, что это очень важно с точки зрения подготовки кадров для государственной и гражданской службы. Потому что уж скоро мы говорим о том, что надо иметь профильное образование, соответственно, люди, которые учатся, должны быть подготовлены качественно. А вузы, к сожалению, не всегда могут обеспечить такое своевременное обновление своих программ с точки зрения того, что сейчас происходит. Ну, потому что их надо переутверждать, написать. Поэтому профессионал, который из органа пришел прочитать курс лекции, это очень хорошо. Это практически реальная практика. Ну и опять же связи с образовательной организацией с точки зрения привлечения студентов на практику, чтобы они не только теорию изучали. Как бренд работодателя, да, по большому счету, формируется, там, госоргана, да? Во многом так, да. Именно бренд формируется, когда вы смотрите на людей, которые этот орган представляют. И это очень важно. Хорошо. Мы с вами затронули образовательную тематику. Это моя любимая тема, моя любимая отрасль. И поэтому мне действительно хочется спросить о том, как обучаются государственные служащие. Ведь если мы посмотрим на крупные компании сегодня, то это внутренние корпоративные университеты, это программы подготовки, программы наставничества, там, вплоть до того, что люди совместно книги читают, друг с другом дальше обсуждают эту тематику. И эти обучающие программы переходят в определенную корпоративную культуру в компании. Что с этим на государственной службе? Внедряются ли подобные технологии? Может быть, расскажете. Ну, стандартный подход, он также заложен в законе. Там есть специальная статья «Профессиональное развитие гражданских служащих». И основной посыл в том, что оно должно осуществляться в течение всего прохождения гражданской службы. То есть не надо останавливаться на достигнутом уровне высшего образования, надо постоянно обновлять свои знания и умения. Для этого реализуется ряд программ, как по дополнительному профессиональному образованию, которые орган заказывает. Ну, и, например, там Минтрут централизованно тоже осуществляет это обучение, организует его. Куда закладываются приоритетные направления? Собственно говоря, по актуальным вопросам. Это, например, конкуренция, национальная безопасность, национальная политика. Вот такие вещи. Винтубенч, это связано с нацпроектами, я правильно понимаю? То есть вот эти направления развития? С тех пор, как пошли нацпроекты, действительно установка такая, что вот эти приоритетные направления должны быть на них ориентированы. Обеспечивать, да, возможность реализации вот этих национальных проектов. Ну, кадровое обеспечение это в любом проекте закладывается. Вот на самом деле это очень важный вопрос, потому что действительно дефицит компетенции все-таки существует. Он не только на госслужбе и везде. Какой бы мы проект по какой-то разу не взяли, там всегда есть глава по кадровому обеспечению. Это очень правильно, потому что надо готовить хороших специалистов. Естественно, это и на госслужбе также осуществляется. Но наш интерес, чтобы человека, конечно, учили именно тому, чем он занимается непосредственно на рабочем месте. Вот этим, так сказать, новым технологиям, новым приемом, так сказать, особенно, например, работать с информацией, потому что ее поток только возрастает, и в ней разобраться старыми методами через бумажки, конечно, невозможно. Поэтому, например, информационно-коммуникационные технологии, обработка больших данных, это все очень важно, и этому действительно надо учить. Тут уже как раз и даже иногда возрастной фактор играет роль, потому что люди, которые уже, так сказать, за 40, они не все склонны так вот воспринимать, как молодежь, сидеть в телефонах. Здесь еще надо обучать. Но, опять же, сказывается еще и то базовое образование. Если человек инженер был по образованию, то он легче поймет. А если гуманитарь, то сложней, а функции примерно одинаковые. И вот как раз, чтобы выровнять эти возможности, существует такая система профессионального развития. Ну вот это все-таки мы с вами обсудили, условно, обучение, касающееся профессиональных навыков. Вот так модное слово «hard skills», да, в большей степени. А очень много обучения сейчас в бизнесе идет, связанное с развитием soft skills, с развитием лидерских качеств каких-то. Вот это тоже есть на госслужбе? Ну, так, чтобы вот непосредственно развивать лидерские качества, здесь особой необходимости нет. Потому что там достаточно людей, которые и так ими обладают от природы. Вот, собственно говоря, конкурс на замещение вакантной должности, он состоит именно в том, чтобы, так сказать, выбрать людей, которые в максимальной степени обладают этими качествами. Демонстрируют, да? Да, из всех тех, кто пришел. И чем выше должность, тем желающих больше, на самом деле. Вот, поэтому тут, я бы не сказал, что испытывает какой-то недостаток, скажем, в лидерах. Вот это все есть. А они не гаснут вот в процессе работы в госоргане? Вот рутина не забивает? Знаете, рутина — это неизбежная вещь. Вот, если вы идете на госслужбу, должны понимать, что очень много будет рутины. Но это и есть функция государства — обеспечивать формальную структуру. Она всегда на бумаге, она всегда, так сказать, составлена. Другой вопрос, что не ошибиться, как говорится, в оценке человека. Почему я говорил о комиссионности? Ведь, понимаете, какая штука? Здесь в словах «компетенция». Вот откуда она взялась? Сейчас вся система образования под это завязана. Да, что это компетентность, компетентность. А так вот посмотреть, что не все понимают, что это такое. Здесь все очень гораздо сложнее, потому что понятие это пришло к нам с Запада. Причем из стран, так сказать, протестантских, даже кальвинистских. А там немножко другой был подход. Там человек ведь считал, что обманывает не себя, он обманывает Бога. И люди действительно искренне верили в то, что их правильное поведение — это гарантия их, грубо говоря, спасения. У нас же эта культура не прижилась. Поэтому мы часто, так сказать, видим и в образовательных организациях на экзамене, или у нас на конкурсе определенного рода постнонаучный спектакль, когда человек себя показывает как профессионал. А когда ему дают реальное дело, оказывается, что все, что он умел, так это заполнять тесты. Вот их проходить — ну ура. Это вот, например, беда в том числе единого экзамена в школе. Их натаскали на ЕГЭ, и все. А мыслительно научили. И вот это вот как раз преодолевать вот эти вот, так сказать, сложности — это самая трудная задача, но она же интересная. И вот под это, собственно, кадровые технологии разворачиваются. Как действительно понять, так сказать, где это наигранная вещь, а где настоящая. Ну вот. Ну и госслужба тоже прекрасное место для внедрения всех технологий, лучших, наверное, технологий, которые есть и в бизнесе, и, собственно, в государственных других организациях. И, в общем, я надеюсь, что кадровый состав государственных органов по качеству будет все лучше и лучше. Леонид Евгеньевич, у меня практический вопрос. Вот я надеюсь, что те, кто нас слушал сегодня, вполне возможно и приняли для себя какое-то решение больше узнать о государственной службе, возможно, попробоваться поступить на государственную службу. Вообще, как это сделать? С чего надо начать? Значит, ну, во-первых, существует единая база вакансий на государственной гражданской службе. Это единая система управления кадровым составом, госслужбы.ру, вот можно набрать, и там, собственно, все органы должны вывешивать свои вакансии. Это как госзакупки.ру, только тут госслужба.ру. Что-то вроде, да, но только там закупка не осуществляется. Это закупки кадров. Это именно окно, через которое видны большинство вакансий, открытых, существующих в настоящее время. Плюс есть сайты самих органов, где они тоже самую эту информацию вешивают. Ну, это по большому счету, так сказать, зеркальное. Поэтому обращайтесь, в первую очередь, туда. Но вот мой вам совет, это в первую очередь смотреть на качество тех требований, которые предъявляются. Потому что велик соблазн запросить такого специалиста, который будет уметь все качественно и быстро. Понятное дело, что это разговор почти ни о чем. Такого специалиста вы не найдете. А когда более четко выписаны те компетенции, которыми он должен обладать, те должностные обязанности, которыми он занимается, значит, там действительно ищут конкретного специалиста. Плюс с 2016 года закон дал право представителям-анимателям требовать конкретного специальности направления образования по дипломам. То есть таким-то дипломам по такой-то специальности. Потому что, например, если говорить об атомном надзоре, заедали со станциями атомными, понятное дело, что туда простого инженера не возьмут. Это должен быть человек, хорошо разбирающийся в этом. Или равно как в Роспотребнадзор проверять точки общественного питания. Конечно, это должен быть человек, который знает хотя бы органическую химию. Потому что результаты анализа придут, сделанные специалистам, а что в них написано, чтобы понять, надо это все знать. Ну и так в каждой отрасли. С одной стороны, говорят, что это вроде как сужает возможности других людей. Ну да, сужает. Но с другой стороны, это ослабляет конкуренцию для тех, кто реально хочет расти и обладает этими знаниями. Потому что они понимают, что от них хотят и к чему им стремиться. Так что, на мой взгляд, вот это то, с чего надо начать. В первую очередь, определиться, куда вы можете пойти. И плюс на сайте Минтруда размещено достаточно большое количество методических рекомендаций, в которых мы пишем, как построить правильную кадровую работу в государственных органах. И плюс там есть справочные квалификационные требования, которые, кстати говоря, предусмотрены 12-й статьей закона в государственной службе. И вот как раз делал Минтруд, где есть перечень вот этих всех отраслевых знаний и умений, законодательства и непосредственных, и плюс требования к образованию. На них государственные органы ориентируются. Он, конечно, носит рекомендательный характер, но, тем не менее, это единственный документ, который сейчас ориентирует, куда двигаться. Так что я рекомендую всем, особенно кто изучает государственное муниципальное управление, с ним ознакомиться. — Леонид Ильич, а нужно ли, вот вы говорите о конкурсах, нужно ли каким-то образом готовиться к этим конкурсам? Может быть, если это тесты, то можно какие-то направления углубленно изучить? Или, может быть, есть какие-то симуляторы уже на сегодняшний день для подготовки к конкурсу на государственную службу? — Ну, насчет симуляторов я не слышал. Тест, в принципе, который у нас используется на базовые знания, не отраслевые знания, а именно на базовые, которые делают из человека-чиновника. Дело производства, знания основных законов, конституции, антикоррупционное законодательство. — И русский язык, да, насколько я помню. — Русский язык, да, обязательно. Он в открытом доступе, у нас в той же самой системе расположен, госслужба.ру. Там всего больше 600 вопросов, но вам выпадать будет их порядка 40-60 штук. Это неплохая вещь, чтобы потренироваться, потому что в итоге вас это и будут спрашивать на конкурсе. Но это только оценка именно базовой компетенции. А вот отраслевая, это уже непосредственно сейчас занимается этим. Сам орган разрабатывает эти вещи. Так сказать, в планах у нас сделать, конечно, тоже единую базу всех этих заданий. Потому что, конечно, принцип открытости для госслужбы — это очень важно. Потому что государственное управление должно быть ориентировано на людей. Соответственно, мы должны предоставить информацию, а что же мы, собственно, хотим. Какие, так сказать, чиновники нам нужны. Вот это хороший ориентир. Так что вот с этого и начать. Ну и, по-моему, достаточно практический совет, действительно, куда можно обратиться, где можно потренироваться. Ну так мы, собственно, готовимся ко всем конкурсам, если мы в них участвуем. Леонид Евгеньевич, я благодарю вас за содержательную беседу. Лично для меня время прилетело очень быстро. Я надеюсь, что мы действительно смогли немножко больше осветить вопрос о том, что такое государственная служба. Что государственная служба, несмотря на свою сложность, все-таки позволяет внести действительно существенную лепту или свой вклад в развитие нашей любимой страны. Ну и, собственно, удачи нам всем. Да, спасибо вам большое. Ну а нашим уважаемым зрителям я желаю профессионального и творческого роста. И до встречи в эфире «Бизнес-траектория». Продолжение следует...